В Сербурге Александра Трофимова есть свой проверенный способ избежать зависимости от цифровой реальности. Печатные машинки, которых у журналистов и коллекционеров уже несколько десятков. Любопытно, но старые пишущие устройства, востребованные и у организаторов модных современных квестов. О ручном труде и бойком стуке клавиш Алексей Кобылков. Это не гостиная комната, это по сути машинное отделение. Короны, Эрики, Ремингтоны, Ундервуды, есть даже Мерседес. Журналист Александр Трофимов несколько лет коллекционирует печатные машинки. Сейчас их около 30. Вот эта модель интересна тем, что производитель Ремингтон много экспериментировал с механикой, пытался создать бесшумные машинки. А здесь нет ядь буквы Ера. Почему их нет? Потому что их изъяли и заменили на какие-то нелепые символы, например, 1-4. Довольно-таки уникальная машинка, потому что у нее два ряда клавиатуры. Он рассказывает, что еще в школе как-то успешно разобрал одну машинку. Собрать не получилось, но интерес к этой удивительной технике остался. Я не ретроград, не реакционер, но многие ребята, фанаты, говорят, что действительно это позволяет отвлечься от цифровой реальности. Психологически это же тоже мануальная терапия. Она, машинка, дисциплинирует. Пишешь, сочиняешь произведения, ты уже копипейс не сделаешь, абзац местами не переставишь. Печатные машинки не то, чтобы вошли в моду. Но если раньше к Александру Трофимову в основном обращались бабушки и дедушки, которым надо отремонтировать раритет, то сейчас интересуются главным образом молодые люди с желанием создать необыкновенный интерьер. Понятно, что когда говорят о машинках и об игре в машинке, у всех возникают свои самые неожиданные ассоциации, но вряд ли у кого-то появляются мысли о печатных машинках. Между тем, за этой дверью именно играют в печатные машинки. Она необычная, потому что она перепрограммирована. И у нас в квесте, когда приходят люди, они должны набрать одно слово, но при наборе на этой машинке появляется другое слово абсолютно. Это квест о Шерлоке Холмсе. Самое удивительное, что в задании даже нарисована девушка с запечатанной машинкой. Но большинство игроков все равно пытаются ввести текст в компьютере. Как будто не верят, что сегодня можно по-прежнему печатать так. Алла, ну и действительно была Варвара. Андрюш, знаешь что, ты бы брал где-нибудь в одном месте. А то когда и там, и тут, по-моему, хлопотно очень. Так получается, что без печатных машинок и правда сегодня не обойтись. Прежде всего в кино, потому что ну как иначе передать атмосферу советского быта. Они к нам попали из отдела материального снабжения военно-морского ленинградского округа. То есть мы можем предположить, что еще после революции они попали в какие-то службы военно-морского флота Петрограда, потом Ленинграда. И когда это были единственные компьютеры на тот момент. У этих двух «Ундервудов» на линдфильме даже есть имена. Одну машинку зовут «Длинная», другую «Короткая». Между ними иностранка с латинским шрифтом. Сохранилась лучше всего, потому что ее как раз редко используют для съемок. На английской бумаге ручного литья Александр печатает стихи Олега Григорьева. Заказ одного издательства. Выйдет всего несколько экземпляров, которые, понятно, будут стоить огромных денег. В том числе и потому, что они напечатаны именно так. Конечно, будущее за другой техникой и ждать восстания машинок не стоит. Но, похоже, они еще вполне способны оставить отпечаток у кого-то в сердце. Алексей Коболков, Лия Кондратьев, Александр Григорьев, Анатолий Григорьев, Варвара Перова и Киропалий. НТВ, Петербург.